Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, сотворивший нас из всех народов и давший нам свою Тору. Благословен ты, Ишуа, Мессия, Тора, воплотившийся и давшая нам надежду в спасении. Во имя Ишуа. Аминь. Присаживайтесь. Итак, недельная глава Торы называется «Ваеце». Это седьмая по счету глава Торы. Одна из 54-х недельных глав отрывков. Помните, в Торе 54 главы отрывок, и в течение года мы ее читаем. И вот это седьмая глава. И она находится в книге «Бытие» с 28 главы 10 стих по 32 главу 3 стих. И буквальный перевод, название главы «И вышел Иаков». Я, согласно традиции, не буду пересказывать, что написано в этой главе. Я уверен, что каждый из вас читает и изучает Писание. И вы знаете, мы не зря называем комментарий, потому что мы читаем и комментируем. То есть, что-то Бог открывает нам. И вот, знаете, мы всегда говорим о Иосифе, да, в Писании, что он сновидец. На основании чего? Помните, Иосиф увидел сон, он увидел на небе снопы, которые поклонились, звезды. Потом он попал в темницу и толковал сны фараона. Иосиф, он сновидец. Но я вам хочу сказать, судя по этой главе, наш праотец Яков не меньше сновидец, чем Иосиф. Потому что, если мы посмотрим, то в течение всей главы Господь приходит к Иосифу и говорит ему во сне. Ну вот, я могу, вот можете проверить меня. Вначале, когда он уходит из дома, да, ложится в отеле, засыпает, Бог приходит к нему. Ну, какие-то происки. Когда он в доме Лавана, помните, именно Господь ему дает понимание, что сделать, чтобы животные были такими или такими. Это он, когда он рассказывает своим женам, да, что произошло, почему они должны выходить. И потом мы смотрим дальше, Лаван, когда уже хочет сделать что-то нехорошее, Господь приходит ему во сне и говорит, что не делай, не говори ничего. Помните, да? Так вот, можно назвать Якова тоже сновидцем. Очень интересный аспект. И я хочу подойти к интересному моменту в Бетеле. То есть в Эфиль, когда Иосиф уходит из дома, бежит. И как, ну, не уходит, он не бежит, он уходит в поисках жены, как говорит ему папа и мама, да, и ложится, засыпает. И что он видит? Он видит сон. Я зачитаю. Значит так. Я буду читать с еврейского перевода и где-то буду вставлять сенодальный перевод, потому что очень интересный нюанс. И достиг того места, и ночевал он там. Это 28 глава, 11 стих. С 11 стиха. И достиг того места, и ночевал он там, ибо зашло солнце, и взял он из камней того места, и положил себе в изголовье, и лег на том месте. И снилось ему. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит над ней. И в синодальном переводе у нас написано так. В синодальном переводе написано, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит. Ну, то есть, картина простая. Яков уснул, видит сон, видит лестницу, ангелы поднимаются, а наверху стоит Господь, наверху, и говорит ему. Ну, понимаете, то есть, картина ясная. То есть, если кто-то не понял, еще расскажу. Господь стоит на лестнице, вверху, на небе, и говорит. Яков, слышишь меня? Он говорит ему. Я Господь, да? Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, дам тебе и твоему потомству. И будет потомствою, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север, на юг, и благословляться тобою все семейства земли и потомством твоим. И вот я с тобою, и хранить тебя буду везде, куда бы ты ни пошел, и возвращу я тебя на землю, на эту землю, ибо я не оставлю тебя, пока не садею того, что я говорил о тебе. И пробудился Яков от сна своего, и сказал он, воистину есть Господь на месте этом, а я не знал. И знаете, я читал раз, два, три, и потом я начал читать другие переводы, я начал читать еврейский перевод, я начал читать переводы, скажем, ну, разные переводы. И вдруг я подумал, а почему бы не посмотреть в оригинал? И вы знаете, что я увидел в оригинале? Господь, оказывается, не на лестнице был, он был рядом с Яковом. Интересный момент. Я не думал никогда об этом. Одно дело, Бог на небе, наверху стоит и говорит, а второе дело, Он стоит рядом и говорит. И другие переводы говорят так. Ибо Господь стоит при нем, Бог стоял по доле него. Вы понимаете самое интересное? То есть, если мы будем брать греческое мышление, греческую мифологию, тех времен божества, они были в небе, они были на Олимпе, они были в вершинах, они стояли на каких-то облаках, они приходили и вещали свою волю сверху и говорили, там, ты, то, это. А здесь, получается, немножко картина другая. Бог стоит на земле рядом. Бог рядом. Не нужно ничего бегать, искать, потому что Он рядом. Бог стоял по доле Него. И еще интересный момент. Вы помните, Аврааму он говорит, посмотри, поставил его на возвышенное место и говорит, посмотри, вот эта земля, которую ты видишь, будет твоей. Да? Ицхаку что он говорит? Та земля, по которой ты ходишь, будет твоей. А тут вообще лентяйство. Та земля, на которой ты лежишь, будет твоей. Вообще, трансформация. И, конечно, Яков, когда лежал на земле, он видел Бога, так смотрел, высоко вроде бы. К чему я это все говорю? Очень часто мы смотрим на такие вещи, как, ну, и мы считаем, что Бог где-то далеко. Это наше воображение, это наше понимание, это толкование кого-то, и мы принимаем это на веру. Хотя, если реально посмотреть, Бог стоит рядом. И что Он ему говорит? И Бог говорит, что ты, Я Бог Авраама и Ицхака, да, твоих родителей. И Я буду делать. И вот тут очень интересный момент. Я Бог Авраама и Ицхака. Я подумал, ну, вы слушайте, но на самом деле Ицхак был не до такой степени хороший парень, чтобы его благословить именно сейчас, на этом месте. Ну, потому что, вы помните, да, там, он обманул, и там целые интриги, ну, вы помните, что не очень такая хорошая такая картина молодого человека, на которого хочется опираться. Но начало этой главы говорит очень интересно. Отец Якова, Ицак, говорит ему, не бери себе жен из дочерей ханаанских, да, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуил, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана. Брата матери твоей. Бог всемогущий, да, богослови тебя, да, расплоди тебя, и, да, размножи тебя. И что делает наш драгоценный друг? Он слушается родителей. Он слушается своих родителей и идет. А его брат, что делает? Делает все наоборот. Он услышал, что отец попросил не делать, не брать дочерей из этих жен Моавицких. И он пошел и специально это сделал, на зло папе. Папа, как ты мог? Взял, благословил его. И я вот подумал, а не было ли то, что произошло с Ицхаком, результатом его послушания родителям? Вы никогда не думали о такой перспективе? Он послушался. О, Якова, да, Якова из Ицхаку. То есть, Яков послушался родителей и пошел. Он пошел туда, куда его послали родители. И Бог пришел на его послушание. И подтвердил и благословил его. Благословил его. И он опустился, стоял возле него. Не так, как божества каких-то других религий, других верований были на небесах. И, ну, в своем величии указывали, что ты должен делать. Но Бог по милости своей спустился на землю и стоял рядом. Вы подумайте сами, это еще времена Танаха, это еще не Новый Завет. Ишо еще не поплатился, не родился в Батлихеме. Послушайте. Бог пришел и сделал это. И смотрите, не зря же в будущем заповедь гласит, почитай отца твою, ну, почитай отца и мать твою, да? Чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог дает тебе. Он являлся образцом благодетели, не очень являлся таким картиной, на кого хочется подражать, совершает поступки. Авраам выходит лех-леха, послушав Бога. Ицхак, он слушается, кого? Папу. И он тоже выходит. И это послушание открывает перед ними Божьи какие-то просторы. Потому что дальше мы увидим что? Дальше мы увидим, как он приходит к Лавану, да? Он встречает свою будущую жену, помните, да? И идет дальше история. И потом идет рождение детей, которые становятся прародителями еврейского народа, 12 колен, помните, да? Рождается Иосиф, о нем дальше история. Вы посмотрите, какая интересная, как вот, я никогда не смотрел на описание, вот именно вот на это место с этой стороны. Благословения пришли в жизнь Ицхака из-за того, что он почитал своих родителей. И Бог подтвердил, подтвердил свои обетования. И вот этот момент, где он стоит не на лестнице, а он стоит внизу. И что сделал, помните, наш драгоценный друг? Он возлил елей на камень и сказал на этом месте, да? Он сказал, вот если Бог богословит меня одеждой и пищей, и там перечислил, то я построю на этом месте дом Божий, да? И что потом? И буду давать ему десятую часть от всего. То есть, заметьте, еще десятины, как, ну, как, законно давшего на сена еще не было. Интересный тоже момент. И я буду завершать это все и буду суммировать. Очень часто в нашей жизни мы бываем нелогическими, нелогичными. Очень часто в нашей жизни мы совершаем поступки, которые могут, ну, скажем так, не красить нас. Но существует нечто большее. Бог, он видит наши сердца. И Бог приходит на наше послушание ему. Бог приходит к нам, чтобы благословить нас. Даже иногда мы говорим, этот человек не заслуживает благословения. Но мы не знаем, что проходит этот человек, через что ему приходится проходить, как он ведет себя в той или иной ситуации. Понимаете меня? И в этой ситуации я Бог Авраама и Ицхака становится, знаете, таким хорошим критерием для нас. Послушание родителям. Послушание, почитание своих родителей. Почитание властей, которые Бог поставил. Это тоже является какой-то, какой-то частью. Почитание духовных наставников. И это тоже является какой-то частью. И Бог, он придет на наше послушание. Хотя, может быть, нам на самом деле и не хочется. Хочется бежать, как Ицхак. Бежать, бежать и бежать. Поэтому я желаю вам не бежать, а идти за Господом. И да благословит он вас. И ваши дни продлятся. И увидите вы наследие свое. Отец, во имя Ишова, мы просим, чтобы Ты благословил нас. Чтобы, Господь, когда мы видим, Боже, Тебя творящим, наши глаза были не закрыты, а наши руки, Боже, не были опущены. И мы, Боже, начинали делать то, для чего Ты нас призвал. Господи, Ты дал каждому из нас определенный дар. Ты дал нам миссию достигать еврейский народ. Ты дал нам цель, Боже, евреев этого города. Боже, благослови нас быть благословением для других людей. Благослови нас быть благословением друг для друга и для наших семей. Во имя Ишова. И пусть наследие Ицхака, оно будет в жизни нашей. Во имя Ишова. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!